Спортивный марафон стартовал. В Славянском районе состоялось торжественное открытие спартакиады среди физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. В этом году спартакиада проходит под девизом «Живым и павшим посвящается» и приурочена к столетию Славянского района. Спартакиада среди физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в нашем районе стала уже традиционной. Проводится она, чтобы привлечь как можно больше людей к активным занятиям физической культурой и спортом. Люди самого разного возраста и профессии могут в ней принять участие, что славянцы с удовольствием и делают. В этом году спартакиаде будут бороться команды из 12 поселений. И, конечно, каждая будет стремиться победить. Но все же первое место в турнирной таблице – это только приятный бонус главному, что дает спартакиада. А это – прекрасное настроение и отличное здоровье, которые дают занятия активным спортом. Мы приехали из Петровского сельского поселения участвовать в спартакиаде. Приехали с очень дружной командой выступить, направлены на победу. Считаем, что такие соревнования нужно проводить для того, чтобы проявлять в людях здоровый образ жизни и команды вдруг. У нас большинство команд ветеранов. Мы уже лет 40 занимаемся таким, поэтому с удовольствием принимаем участие в этих соревнованиях. Желаем всем хорошего волейбола, хороших игр, победить сильнейший. Спортивный марафон продлится до ноября. В течение года участники спартакиады попробуют свои силы в самых разных видах спорта – баскетболе, шашках, плавании, настольном теннисе, туризме, лапте, спортивном рыболовстве. Открыли спартакиаду соревнования по стритболу и волейболу. Я представляю команду славянского городского поселения. В начале года это уже традицией стало. Администрация проводит соревнования по волейболу, где участвуют разноплановые игроки от первого разряда и до любительского разряда. Мы очень благодарны. Наконец-то после зимних и долгих каникул у нас получилась такая возможность собраться вместе и просто проявить себя. Победитель спартакиады определится в конце года по итогам всех соревнований. Лидером будет признана команда, занявшая наибольшее количество призовых мест. В первый соревновательный день очки в копилку достижений принесла женская команда прибрежного сельского поселения. В волейболе среди мужских команд первое место заняли спортсмены Коржевского сельского поселения. Продолжение следует...